так всем приветики подключайтесь ко мне я хочу пока все заходят сделать ответы на вопросы которые вы мне задавали через stories так смотрите начнем с этого потом я буду читать уже ваши вопросы как выглядит свежий когда спишь по 5 часов в сутки так подключайся подключайтесь как выглядит свежий когда спишь 5 часов в сутки конечно сон это вообще залог красоты особенно для девушек как мне кажется ну как выглядит свежий это патчи под глаза которые осветляют синячки это что-то бодрящее типа если вас бодрит кофе то можете выпить кофе а у кого-то это зеленый чай потому что там тоже много кофеина можно сделать бодрящий такой массаж кубиком льда вот и нанести увлажняющий крем наверное так сколько сплю я я сплю сейчас достаточно сплю потому что сейчас у меня каникулы вот могу себе поспать дать больше чем в обычные дни цвет волос нет у меня ну да мне что-то типа балаяжа либо амбре что такое не жалеешь ты рассталась нет конечно не жалею так дальше можно взять еще вопросик ой чуть не поделилась с вами фото так как выключить теперь окей вы можете потихонечку писать вопросы я параллельно отвечаю на те которые были в stories так это нормально когда бывший заблокировал тебя в соцсетях после расставания 23 года ну смотря мне кажется что им двигало потому что возможно он постоянно натыкался на ваши фото это в нем какие-то воспоминания рождало и он просто жалеет себя вот либо для того чтобы вы не заходили на его страничку и не знаю не портили себе жизнь в том смысле что не смотрели не портили себе настроение но я думаю что это нормально потому что после расставания у человека совершенно разные могут быть эмоции чувства тут уж мне кажется можно понять и простить вот и отпустить самое главное а не проверять разблокировал он вас заблокировал и так далее ой девчонки у меня сломался фен сегодня поэтому я с непонятной головой с непонятной укладкой и постоянно поправляю волосы не обращайте внимание пью ли я витамины какие-нибудь если да то какие да я пью сейчас витамины причем я их поставила на стол вот в такой вот упаковочке чтобы реально не забывать их пить это у меня здесь лежит вот что это омега-3 заказывала на iherb вот такие вот витаминки они необходимы для женского здоровья да и вообще для иммунитета любому человеку вот какие реснички делаешь я делаю реснички в этот раз мы сделали по моему 1d изгиб c длина 711 если не изменяет память лучше спросить у моего мастера чем обычно завтракаешь обедаешь или ужинаешь ну сейчас на ужин например я кушала давайте завтрак начнем на завтрак у меня была гречка пицца пицца которая осталась со вчера если честно вот и что то еще у меня было дальше на обед у меня не было ничего мне кажется вот вот а на ужин я сделала себе креветки в сметанном соусе с чесночком с приправками разными с ну такую пасту вот зеленушечка я обожаю петрушку добавила ее туда и было очень вкусно пармезан сверху какая самая любимая помада у меня много любимых помад например tom ford я сейчас люблю они очень качественные они не сушат губы мак помада please me в цвете такая розовая как относишься к репликам к репликам вещей ну никак не отношусь у кого какие возможности на самом деле я никого в этом смысле не осуждаю абсолютно если может быть человеку нравится дизайн сумки да пусть даже Louis Vuitton но это его дело что он покупает реплику ходит с ней и ему это греет душу абсолютно нормально отношусь ну как бы каждый покупает в силу своих возможностей вот и все насколько часто пользуюсь помадами я их стараюсь чередовать с блесками для губ для того чтобы не сушились губы не хотела создать бьюти коробочку у меня была бьюти коробочка своя именная так что все это было больно ли знаете что хотела с вами обсудить гивы я участвовала в гиве не буду говорить чьем вот чисто для интереса мне было важно проверить насколько это все честно и интересна вообще механика этого конкурса как вообще все это происходит какие призы там не знаю ну конечно я ничего не выиграла я к этому положительно отношусь и впервые ну как впервые нет я раньше участвовала но никогда не выигрывала и у меня не было большого желания участвовать сейчас решила попытать удачу но как-то не получилось кто из вас выигрывал напишите вот прямо сейчас и можно написать даже у кого ну вот потому что очень интересно в мыслях даже возможно сделать свой именной гиф как вы на это смотрите напишите тоже было бы вам интересно поучаствовать мне меня единственно смущают вот эти подписки когда вы подписываетесь я больше выигрываю с личных конкурсов вот не в гивах да я и говорю про вот эти личные гивы личные розыгрыши это прикольно и возможно стоит сделать подобное но без такого количества огромного подписок потому что блин 60-70 человек пока вы на них подпишетесь ну не знаю мне не в кайф хочется чтобы были очень комфортные условия для вас я выиграла у алина а что вы выиграли интересно в гиве никогда но в конкурсе было пару раз если гиф то большинство потом отписываются конечно чаще всего люди отписываются и вы должны заинтересовать подписчика чтобы он с вами остался либо какие-то плюшки ему еще предлагать вот поэтому было бы интересно сделать гиф допустим сделать максимально минимальное количество спонсоров какие-то лояльные прикольные подарки возможно даже поставить на количество чем на большие призы не разыгрывать там автомобили айфоны а сделать больше призов но более таких ну как бы скромных какая у тебя маска для волос сейчас никакой маски для волос трудно ответить про что вы видео с макияжем честно не знаю когда пока не снимала мне кажется личные конкурсы куда душевнее проходит конечно личные конкурсы это прикольно именные всякие истории так где сегодня все ваши вопросы почему и где они ладно отвечу дальше что для тебя на данный момент является самым важным честно я сейчас очень сильно заморочена на работе на своем магазине русая вы потому что я сейчас все силы и все свое время вкладываю туда то есть у меня сейчас были каникулы я могла просто улететь отдыхать но я этого не сделала и я прям у меня новые коллекции у меня новые фотографии у меня девчонки все скупают и безумно меня это вдохновляет еще побольше всякого отдыха то есть у меня работа сейчас по-настоящему которая приносит огромная радость мне вот и вот это сейчас самое главное вообще главное сейчас слушала книгу пока готовила трансерфинг реальности и поняла что самое главное это гармония в жизни распределять все сферы в жизни ну чем вы занимаетесь как-то равномерно потому что если вы будете посвящать все свое время работе то можно впасть либо в депрессию либо заболеть потому что вселенная вещь такая что она любит все распределять как-то равномерно по полочкам поэтому я вот как-то прислушалась и поняла что нужно еще отдыхать уделять время близким на развлечения тоже не хочешь белый полностью покраситься не не хочу будешь отвечать только на наклейки нет я не отвечаю на наклейки я просто пока не вижу прикольных вопросов я отвечаю на наклейки давайте возьмем еще один вопрос из наклеек и буду дальше отвечать на вопросы в эфире либо какую-то можно тему обсудить вообще мне кажется прикольно выходить чаще в эфиры последний день своих каникул я это поняла дай совет пожалуйста после расставания не доставляет удовольствие общение с другими людьми хоть они и новые в моей жизни как найти правильных людей чтобы пережить все это вопрос довольно таки популярный потому что я думаю каждый из нас сталкивался с таким это нормально ты должна принять это все физиологически объяснимо я думаю что здесь поможет только время тебе нужно просто разобраться в себе просто пережить вот этот внутреннюю вот эту грусть от расставания и потом постепенно ты сама заметишь как сможешь впускать новых людей в свою жизнь это то же самое как когда может быть не самый правильный пример но это правда когда например умирает какое-то домашнее животное ты потом долгое время не можешь завести новое и столько с истечением времени ты понимаешь что ты становишься готовым к новому к новой любви у тебя открывается снова сердце ты можешь завести новое животное дома мне кажется что тут так же работает то есть нужно немножко подождать заниматься собой читать книги становиться лучше становиться осознаннее мудрее и все встанет на свои места как быть как быть женственной как ты спасибо большое ну как например у меня это просто состояние души такое я не стремлюсь специально быть женственной но на самом деле меняет все и внешняя история то есть например когда я надеваю каблуки я сразу становлюсь еще более женственной то есть моя походка ну то есть у меня даже друг говорит что блин я не носи пожалуйста каблуки потому что ты становишься вообще мега какой-то недосягаемый то есть у тебя походка такая просто нереальные супермодели ну смеется и говорит что я очень меняюсь поэтому кому не хватает женственности одевайте каблуки сразу все заметят перемены вот платье потому что вы чувствуете себя по-другому вы несете себя вы преподносите и не знаю в отношениях часто девушки раскрываются то есть когда с вами нужный молодой человек вы уже на таком как это называется типа женский полюс то есть вы хотите хотите готовить вам хочется заботиться вы начинаете быть более такой чуткой уязвимой нежной то есть ну вот мне кажется еще обстоятельства имеют значение привет привет какой у тебя шампунь сейчас у меня два шампуня это tengi mori корейская корейский бренд хороший увлажняющий шампунь и второй это забыла такой для блеска в самом своем первом видео показывала фиолетовый фиолетовый честно забыла но сейчас я просто не высушила голову феном и у меня какие-то странные очень волосы обращайте внимание даже как-то неудобно с вами так сидеть не при параде сколько тебе лет мне 23 года какая любимая песня на данный момент ой не знаю я давно уже не скачивала какие-то новые песни поэтому постоянно переслушиваю свой плейлист типа 15 последних добавленных вот я пока еду из пункта в пункт б я вот их переслушиваю каждый раз пока не надоест пока у меня не будет время скачать новые не думала носогубку накачать нет не думала и честно не хочу ничего пока качать как ты считаешь сколько времени не должно пройти в общении чтобы переспать с парнем ну девчонки это очень индивидуально все вот как вы чувствуете так и надо делать мне кажется тут нет каких-то временных рамок были ли у вас комплексы да конечно были и я думаю даже остались у всех есть комплексы мне кажется даже у самых раскрепущенных и простых в этом плане людей они есть другой момент что боретесь вы с ними либо принимаете я наверное ну если это касается каких-то внешних историй то я стараюсь над ними работать ну я вообще в принципе да стараюсь работать над своими комплексами свет и вам тоже потому что скорее всего вы спросили про что-то внешнее а над внешним чаще всего можно поработать какие твои любимые духи а вы знаете новые все новые духи мои любимые я купила сейчас новые себе духи вообще я ищу парфюм называется конфета и честно я его ищу уже целый год одно время я его просто хотела но не искала ну просто мечтала как-то о нем не знаю сейчас я начала его искать а его по всей москве сняли с продаж не могу его найти овцу мне оставила свой номер телефона чтобы они позвонили и вот уже прошло недели три никто не позвонил ну это значит что его не привезли в золотом яблоке его тоже нет поэтому я купила новый аромат он называется пришел увидел победил вини види вичи вот очень вкусный женственный какой там шлейфовый мягкий нежный но при этом очень яркий вот всякие historical perfumes такие слитки золотые одежду сами отшивать или заказываем мы в дальнейшем планируем отшивать самим одежду пока что это только в планах потому что нужно понимать много что и тираж и и пока просто нет возможности это все делать потому что требует огромного количества времени пока у меня есть университет это нереально воплотить как мне кажется всем привет если не нравишься себе что делать понять возможно даже выписать на листочке что именно тебе не нравится в себе лишний вес либо наоборот худоба качество кожи качество волос не знаю застенчивость либо чрезмерная болтливость то есть ты все это выписываешь для себя осознаешь и ищешь пути решения Яна у меня вопрос решила основательно за себя взяться это круто завтра иду в зал с тренером поддерживаю очень сильно переживаю так как очень худая сейчас нужно набрать массу сначала потом идти в зал или сразу все делать так вопрос такой сначала набрать массу и потом идти в зал либо все сразу делать но здесь лучше посоветоваться с тренером мне кажется но потому что разные есть варианты развития этого события потому что если бы был вопрос обратный спросить а потом идти в зал или еще что то то да придерживаются такого что сначала ты сбрасываешь потом ты уже делаешь упругость работаешь над упругостью и над качеством своего тела но в твоем случае я бы пошла наверно тоже сразу в зал потому что просто отъесться потом будет сложнее мне кажется все это переправить в красивый вес скажем так из лишнего в красивый поэтому я бы все сразу сделала все же так начинают то есть какие то худенькие девочки много таких примеров которые были просто худенькими пошли в зал начали работать над своим телом параллельно принимая допустим протеин либо хорошо питаться у них появилась попа причем правильной формы прессы ручки то есть не такие худые а вот именно прям такие рельефные красивые поэтому я думаю что все сразу если верить психологам то оптимальным вариантом будет секс после трех недель знакомства не слышала такую версию если честно употребляешь мат в речи нет я не употребляю и кстати это вообще не женственно девочки кто хочет кто работает над своей женственностью то вот прям табу да и я не встречала еще ни одного молодого человека ни одного мужчину которому нравился бы мат в женской речи вот поэтому лучше не употреблять потому что в принципе эти слова они негативно влияют на все вокруг нас они несут только разрушительную такую энергию какую страну выберешь для следующего своего отпуска и отдыха ой девочки у меня уже запланировано путешествие это вообще страна в которую я никогда вообще не планировала поехать это опыт я думаю что в этой стране не были большинство из вас потом расскажу что это за страна пока еще это такой секрет какие твои любимые духи ответила что сейчас у меня вот эти новые какие новые те любимые а вообще я люблю бокара но на самом деле их почему то все сейчас начали покупать поэтому я ими сейчас особо не пользуюсь я его купила когда он еще не был мейнстримом какой рост ты стесняешься ли носить каблуки нет у меня рост 165 167 не знаю надо измериться кстати я не стесняюсь носить каблуки я люблю их носить особенно какие-нибудь высокие но устойчивые я прям кайфую такая хорошая приятно смотреть на тебя Юлиана спасибо вам большое ты всегда пользуешься бальзамом после мытья головы с шампунем да всегда абсолютно про отношения сейчас не могу говорить не могу афишировать как ты считаешь ты красивее в жизни или на фото ой честно не знаю конечно фото которые я выставляю я себе на них везде нравлюсь но когда меня встречают в жизни говорят что в жизни лучше вот поэтому не знаю даже когда как если удачный фото то может быть на фото а так в жизни вроде все нормально если честно тебе без закладки намного лучше как-то сексуальнее мне тоже самое сегодня сказали но не знаю я просто не могу когда у меня такой неопределенный пробор я постоянно начинаю трогать свои волосы руками и если делать это в эфире то всех это начинает бесить но они как бы такие объемные я даже и вообще никак не сушила и честно говоря не расчесывала давно так какое твое любимое время года я люблю весной и люблю летом зиму я не очень люблю потому что не люблю чистить машину и потому что волосы постоянно надо под куртку прятать у меня прям привычка сейчас такая появилась я очень берегу волосы и прячу их постоянно и хожу очень смешно выглядит мне кажется ты сейчас накрашена если да то можно снять видео этого макияжа ну да я сейчас накрашена и сегодня ездила на саундчек вот поэтому чуть-чуть макияж есть это брови с помощью помадки Анастасия Беверли Хиллз а это консилер и остатки карандаша для губ но я думаю его уже даже и нет потому что я уже ела свою пасту у меня есть комплекс это кривой зубик хотела ставить брекеты а стоматолог сказала что не выровнится так как нет места чтобы он встал как принять это я постоянно обращаю внимание на это ну вообще насколько я знаю в ортодонте нет практически нерешаемых ситуаций вам скорее всего нужно будет носить пластинки для того чтобы расширить место для зуба либо удалять восьмерки если они у вас еще на месте вообще она должна была какие-нибудь варианты вам предложить потому что все это решаемо на каком курсе учишься я учусь на последнем курсе слава богу на шестом тяжело ли ну в меру тяжело в меру я думаю сейчас будет самый такой сложный курс самый ответственный вот и очень жаль что придется мне немножко пропустить на самом последнем этапе я пью чай с манго привет 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 какие цветы любишь все любят цветы но если честно в основном люблю розы много белых роз или не белых в общем розы люблю привет выглядишь супер посоветуй пожалуйста духи с запахом баблгам жвачки что-то супер вкусное есть одни духи которые напоминают мне жвачку называются они парфюм да марли серебристые такие серебряные прям духи парфюм да марли они пахнут жвачкой еще у меня есть духи они тоже напоминают очень парфюм да марли кстати это тоже мои новые духи Не знаю, как они называются. Вот у них есть 12 парфюмс. Не знаю, может быть, так они и называются. Вообще они мужские. Но я их купила. Я очень люблю такие духи унисекс, либо мужские даже духи иногда. Вот. И вот эти мне очень понравились, но я их не чувствую в течение дня. Но у них есть что-то такое от Баблгам, от жвачки прикольные. Зайдите в Золотое яблоко. Мой вам совет. Там огромное количество парфюмов. Там можно повыбирать. Яна, ты так подробно мне ответила. Очень приятно. А я тебя знаю, ты мне часто пишешь комментарии, поэтому мне очень приятно было ответить. Очень развернуто тебе. Привет, посмотри. Повтори, пожалуйста, название нового парфюма. У меня их два. Смотри, первый это Historical de Parfums. В общем, называется Винни-Види-Вичи. Пришел, увидел, победил. Купила в Золотом яблоке. Вот такие вот. А вторые, они, я не знаю, они называются 12 Блосс. Вот здесь написано 12. По названиям сложно сказать. Ну, если вы успели сдать скрин, то покажете просто консультантам, они быстро вам его найдут. Яна, советуете красить волосы? Да не, не советую. Хотя, если есть большое желание, то почему нет? У меня было большое желание, я покрасила, не пожалела, потому что рано или поздно я бы все равно это сделала. Считаю, что жизнь одна. И, ну, как бы, почему нет? Потому что все наши звезды всегда при укладке, при шикарном цвете волос, чаще всего они его меняют. И все у них хорошо. Не знаю, к этому стала спокойнее относиться и как бы не паниковать, если волосы после окраски испортят. Ну, чуть-чуть попортились, потому что сушит все-таки краска волосы. Даже вот я не подкрашиваю их. Один раз покрасила и все, но все равно волосы стали суши. Кем работают твои родители? Как проводишь выходные? Сегодня суббота, да? У меня просто все смешалось, потому что каждый день мы работаем. Я не знаю. Хотя для меня работа — это удовольствие. Я устаю, но это приятная усталость. Завтра будет воскресенье, и у меня утро начнется тоже с работы. Я не помню, когда я последний раз как-то отдыхала или куда-то ходила. У меня просто такая работа, не привязанная ко времени. То есть если мне нужно сделать какие-то пункты, я это с удовольствием делаю. Могу делать весь день, всю неделю, весь месяц и так далее. Но в течение дня я могу проводить время еще и прикольно. То есть там пойти в кино, пойти в океанариум, пойти, не знаю, с друзьями встретиться. То есть как-то все это у меня нормировано происходит, и поэтому выходные у меня делятся так, ну типа 70 на 30. Работа и какой-то досуг. Как долго вы раскручивали свой блог? Ой, я до сих пор в процессе, до сих пор думаю, чем бы удивить своих подписчиков, как бы удержать их со мной, потому что это вообще тяжелая работа. Сейчас огромное количество людей, которые на все готовы, из кожи вон лезут, чтобы люди оставались с ними. Что только они придумывают, но что они только, правда, не готовы. А я стараюсь оставаться с собой, не переходить за грани нормы, я не знаю, которая есть у меня вот здесь. Вот. Ну самое прикольное, наверное, это покупать рекламу у блогеров. Самое эффективное. Но честно, я ни разу не покупала. А, один раз я купила рекламу у девочки в сториз, но не могу сказать, что это прям было нега удачно. Пришло какое-то количество людей, но нужно это делать постоянно и периодически. Тогда вы увидите результат. Тогда будут тысячами у вас расти подписчики. Либо когда попадает у вас в топ ваша публикация. Как думаешь, кератин портит волосы? У меня очень кудрявый, боюсь испортить. Надо советоваться с мастером, потому что я знаю, что кератиновое выпрямление бывает на разных составах, и от этого зависит, вредно или не вредно. Мне предлагали сделать, допустим, от середины длины. Например, вот отсюда, вот на вот эту часть сделать кератин, чтобы отрастить, чтобы они не ломались, потому что они обесцвеченные. Отношусь нормально. Возможно, даже сделаю, потому что... мастер, который мне будет делать, я доверяю ему. Что на тебе надето сейчас... Что сейчас на тебе надето от твоего магазина? Это сейчас не от моего магазина. От моего магазина все в шоуруме. Я люблю свои бодики, которые у нас там продаются сейчас. Это главная фишка нашего магазина. Это боди. Потому что они очень качественные, приятные к телу. Они идеальны сзади. То есть если вы наденете обтягивающие джинсы или что-то еще, у вас не будет выделяться вот этот шов. Вот. Все очень продумано, круто. Есть даже такие, знаете, такие штуки. Ну вот здесь такой нет. Для пальчика большого, чтобы у вас вот здесь заканчивался рукав. Это очень круто. И я всегда хотела такие вещи иметь. У нас в магазине именно такие. И мы держим офигенную ценовую политику. То есть не накручиваем втридорога. Это знает каждый, кто покупал у нас в магазине. Очень адекватные цены. И костюмы новые появились. Можете тоже посмотреть. Сейчас. rusa.we Привет, привет, привет. Много ешь сладкого? Нет, сладкого ем я очень мало. Сейчас хочу еще. Ищу по всей Москве. Была у Карина на съемке. И она покупала сушеную землянику. Такой у нее был полезный стол. И мне она очень понравилась. Не могу найти. Я уже смотрела и в центральном рынке. Я уже смотрела в азбуке. Я смотрела в перекрестке. Нигде нет. Скажите, где продается сушеная земляника. Когда планируешь завести детей? Ну, когда придет время. Пока еще не планировала. Видеохранение косметики. Вся моя косметичка сейчас. Кстати, если что-то нужно рассказать вам про косметику, говорите. Она у меня сейчас рядом. Такая основная, это вот. Ой. Ну, примерно вот. Это то, что я могу брать там в поездки. То, что я использую каждый день. Ну, то есть самое ходовое. Спасибо, здравствуйте. Про парфюм, пожалуйста, пересмотрите, потому что уже два раза показывала. Вот. Как набирала первых своих подписчиков в Инстаграме? Они у меня все пришли... Точнее, нет, как. Первые у меня были, не знаю, сами по себе. Меня часто раньше публиковали паблики различные, там, типа, что самые красивые девушки Москвы, или что самые красивые девушки. Вот такие вот паблики. Меня часто публиковали, отмечали, и мне приходило много подписчиков от них. Потом я завела свой Ютуб-канал, и, соответственно, те, кто были в Инстаграме, они ушли ко мне на Ютуб, а те, кто нашел меня на Ютубе, они ушли в Инстаграм. И у меня всегда такой вот прям чейндж происходит. Скажи, какой вид эпиляции ты используешь? Воск, фото или лазер, и какая, по твоему мнению, лучше? Никогда я не пробовала воск, фото тоже не пробовала, пробовала лазер. Это все хорошо работает, но пока ты делаешь, пока ты исправно ходишь, у тебя нет волос, это правда. Но я не слышала пока истории, чтобы прям год, допустим, держался эффект, не приходя в салон. Объем у меня, по-моему, полтора или один Д. Почему не советуете у меня русый цвет волос? Так, не помню уже, о чем это. Кем ты работаешь? У меня свой магазин одежды, и я блогер, Ютуб и Инстаграм. Не планируешь возвращаться в медицину? В смысле, не планирую ли я возвращаться? Получается так, что я еще учусь на последнем курсе, и еще туда не пришла, то есть я еще не работала как врач именно. Да, все правильно, я еще не забросила. Квадратные ногти или овал? У меня мягкий квадрат, мне нравится. Причем у меня сейчас такая средняя длина, и самое то, не длинные, не короткие. Кстати, мне нравятся, в принципе, такие острые ногти, тоже прикольно смотрятся. Такая милая, будь всегда счастлива. Таня, спасибо большое. Я, надо сделать эфир нам совместный. Никита, привет. Можно, да, сделать эфир совместный, что-нибудь прикольное рассказать, полезное. Я вот после конкурса с Яной, в котором выиграла, я случайно наткнулась, думаю, теперь ты навсегда. Да, я помню, что ты выиграла у меня в конкурсе, и, как видите, друзья, у меня честный конкурс, и вот девушка тому доказательства. Насколько я помню, ты у меня еще в магазине что-то заказывала, да? Помню имя. Тебе надо в ответ подписываться. Так, про кого это? Новое фото шикарно. Спасибо большое. Меня потеряли. Почему люди не заходят в Инстаграм? Ведь я блогер, и... Можно проверить. Может, я в эфире сижу, и мне отвлекают ваши звонки. Да, мне нравится такой стиль. Это шляпа, серый цвет здесь. Я думаю сменить имидж. Здравствуйте всем, кто заходит. Как относишься к пластике лица? Отношусь положительно, потому что каждый вправе делать со своей внешностью все, что он захочет. Посмотрите на Шпаков. Это человек, который делает с собой именно то, что хочет, и при этом остается сам собой. Его поддерживает его жена. Он нормальный, как мне кажется, по характеру. То есть, как личность, как мужчина, он не перестает быть, не становится более женственным из-за того, что у него красные ногти и смоки на глазах. Короче, к их семье я отношусь очень с пониманием, и вообще я никого стараюсь не критиковать ни за одежду, ни за какие-то реплики в одежде, ни за какую-то внешность неординарную. Я очень толерантно отношусь к этому. Дом 2 не смотрю. Во сколько лет думаешь выйти замуж? Какой возраст считаешь удачным? Знаете, мне кажется, это зависит от того, кто какой приоритет себе поставил в жизни. Потому что иногда, чтобы ты состоялся как личность, ты должен пройти некие испытания, трудности и, в общем, некоторые уровни жизни. Ну, допустим, ты должен выучиться, ты должен поработать, ты должен понять, что такое зарабатывать деньги, ты должен понять, пожить там, возможно, один, понять, как устроен быт. Потому что для меня, в первую очередь, отношения, и когда ты там уже хочешь выйти замужем, это отношения такие, ну, как не партнерские, а когда ты можешь поставить свое плечо своему мужчине. Даже если мужчина у тебя супер самостоятельный и сильный, ты должна тоже приносить какую-то пользу в ваши отношения, и вы должны вместе развиваться, и ты должна его и вдохновлять. И я считаю, что нужно готовить своему мужчине хотя бы завтрак или хотя бы ужин, если у тебя мало времени, если ты тоже бизнесвумен, но хотя бы иногда нужно готовить, правда. Мне кажется, для мужчины это важно, и ты раскрываешь свою женственность, показываешь тем самым свою любовь. Какой был вопрос, во сколько лет выйти замуж? Ну, вот я к тому и клоню, что для каждого возраст абсолютно разный, и зависит от того, когда ты встретишь своего человека. Может быть, ты встретишь его в 19 лет, и это правда будет на всю жизнь. Возможно, вы там в 19 встретитесь, потом разойдетесь, каждый из вас попробует построить новые отношения, и вы снова вернетесь друг к другу, потому что вы, ну, а-ля нагуляетесь, у вас будет время сравнить. Ну, правда, такое бывает, это правда, жизнь, от этого не уйдешь. Либо ты встретишь его там в 30 лет, это тоже нормально. Возможно, у человека будут дети в 19 лет, да, вот как у наших родителей было принято, в 18 лет жениться, в 20 век уже рождались дети, потом многие разводятся, и в 50 лет они могут встретить своего человека, с которым будут на всю жизнь. Каждый человек нам дается не просто так, абсолютно. Всегда это опыт, всегда это только на пользу. Опять мне звонят. Какую повседневную одежду ты носишь чаще всего? Ну, повседневная одежда для меня это джинсы и водолазка, вот как-то так. Они будут ломаться, и это зависит не от состава, а от жжения волос. Опять мне позвонили, простите, все, больше не будут звонить, я ответила. Они будут ломаться, и это зависит не от состава, а от жжения плойкой. Да, плойка, безусловно, влияет, но есть девушки, мои подруги мне рассказывали, что, допустим, у них волосы по плечи, они не могут отрастить волосы дальше, вот. Я не знаю, с чем это связано. Они пробовали все, они пробовали витамины и маски, и масла, но говорят, что как бы это генетически. Но я верю в то, что они отрастят волосы, искренне. Мой любимый блогер с 2013 года. Спасибо. Классно, это очень долго. По вкусу Вилли есть тушеная клюква, может быть, там клюкву я встречала, я вишню встречала, землянику не могу найти. Она очень сладкая, поищи в ленте. Спасибо. Назови топ любимых вкусняшек. Топ любимых вкусняшек это... Это торты из I Love Cake. Это... Ну, короче, первое место это тортики. Второе место, наверное, шоколадки или шоколадные конфеты. Третье это мороженое. Короче, не знаю, тортики точно, а потом сложно уже идет. Спасибо, что парфюм еще раз показала, это мило очень, а ты еще милее. Спасибо. Какими румянами сейчас пользуешься? У меня румяна сейчас выглядят вообще не как у бьюти-блогера, потому что они у меня сломались. Но они такие классные, они такие дешевые, такие стойкие. Я вам сейчас их покажу. И если вы их купите, то вы не пожалеете. Короче, выглядят они вот так. Как видите, цвет уже бомба, да? Такие они идут с шиммером, розовые, марка Необио, в номере свежая роза 02. Такие вот. Какой у тебя тип кожи? Каким увлажняющим кремом ты пользуешься? Я купила крем у своего косметолога в Губе. Он называется Йонка. Это французский бренд, который офигенно увлажняет кожу. Она мне сказала, тебе он необходим. И вот я его купила. Насколько я знаю, его нельзя купить нигде, потому что нужен сертификат косметолога. Вот, я купила через неё. Далее. А, красить волосы почему я не советую? Ну, потому что... Нет, почему я не говорил, что я не советую? Я... Если у вас есть... Если у вас есть большое желание, то можно красить. А если оно такое, то хотите, то не хотите, то лучше не стоит. Потому что, если вы никогда не красили волосы, то они у вас, ну, будут суши. Это нужно понимать. Если вы красите в брюнетку, либо в какой-то тёмный, я думаю, что это не так работает. То есть это всё будет лайтовее. Чем если вы красите в блонд, тогда правда будет пересушиваться. Коррекцию ресниц я делаю нечасто. Раз в полтора месяца, раз в месяц. Вот так. У меня очень классный мастер. Поэтому редко делаю. Она мне делает, что всё держится. Блин, откуда у меня идёт блик на лицо? Всё. Откуда шляпка из последнего образа? Ну, это просто была фотосессия, это не моя шляпка. Яна, я тоже близнеца. И почему нам часто выпадают трудности в таком большом количестве? Я не думаю, что это связано с близнецами, честно говоря. Ты медик, а я пациент. Как думаешь, рассеянный склероз будет когда-то излечим? Я думаю, что все болезни, которые сейчас неизлечимы, над ними работают, их изучают. И да, будут излечимы. Ты когда-нибудь... Хотела когда-нибудь взять грудь? Ну, я не готова к этому. Так. Губы сделала. Вова, привет. Ты что, с ума сошёл? Нет, я не делала. Привет, привет. Про брак, умница. Всё верно говоришь. Всё сугубо индивидуально. Абсолютно. Назови три своих недостатка и три достоинства. Ну, такой вопрос, не знаю. Наверное, должны близкие люди на него отвечать. Но есть одно, как я считаю, достоинство, но оно работает часто как недостаток. Это доброта и это наивность. И это мой ответ два в одном. И недостатки, и плюсы. Доброта, наивность и ненаглость. Вот. Это три качества, которые меня точно характеризуют. И когда возникают какие-то рабочие моменты, я уступаю. Я такая очень добрая, мягкая. И вот, ну, короче, мне нужен агент, мне нужен менеджер, мне нужны люди, которые будут за меня вести какие-то, допустим, материальные, да, вот переговоры. Потому что я сама не люблю быть такой вот жёсткой. А надо чаще. Сейчас на тебе надето. От твоего магазина нет, девчонки. От моего магазина сейчас не надето. Вы пользуетесь зубной нитью? Да, я очень люблю зубную нить. Советую её всем, потому что из межзубных промежутков офигенно вычищает всю пищу. Вот. Это факт. Советую всем её купить. Здравствуйте. Как хватает время и на учёбу, и на блог? Да вот так, впритык хватает. Я говорю, что я себя ограничу во многом. В частности, это встреча с друзьями. Я выбираю чаще работу, учёбу, нежели досуг. Надо чем-то жертвовать. Невозможно быть успешным во всех сферах своей жизни. Где-то тебе будет всегда не хватать. Купила по твоему совету, не убила румяна. Они шикарные. Да, девчонки, они правда шикарные. Они мне не платили за рекламу. Я с ними не сотрудничала, но... Я сама куплю у них потом ещё раз. Сколько раз в день питаешься, устраиваешь чётмилую? Сейчас я готовлюсь к поездке, поэтому чуть-чуть, чуть-чуть ограничиваю себя в сладком, но не сильно, да? Ну не сильно, да? Вот. Поэтому я хочу найти себе землянику сушёную, потому что это меньше калорий, это другие совершенно углеводы. К какому косметологу ты ходишь? Я хожу к Соне, она работает в Губе. Губа МСК, у них аккаунт, это салон красоты. Посоветую процедуру от морщинок. Я думаю, что тут какая-нибудь... Посмотри, какие морщинки. Тут, наверное, гиалуронка поможет. Знаете, давай лучше к косметологу, потому что я опираюсь только на какие-то свои знания, где это слышала, не слышала. Я себе пока не делала, но проконсультируйтесь у косметолога, потому что, возможно, какие-нибудь там мезо вам подойдут. Смотря какие морщинки тоже. Может, просто массаж поможет. Какой косметикой пользуетесь? Пьёте витамины? Косметикой пользуюсь абсолютно разной, от бюджета до жёсткого люкса. Вот. Витамины пью, показывала уже это, жиры. Омеги. Минимальный и максимальный вес? Ну, не знаю, пусть будет 42-49. Здравствуй. А ты с детства хотела стать врачом? Неа. Я думаю, это задержка, а ты, оказывается, все читаешь, что пропустила. Да, я читаю все вопросы, просто они у меня вперёд. Ну, как бы бегут, и я их пролистываю сама. Спасибо за ответ и внимательность твою. Пусть всегда у тебя будет хорошо. Всё, как у милых, добрых людей. Спасибо большое, это всё взаимно. Как учишься и на кого? Я учусь на стоматолога. Учусь хорошо. Какой у тебя рост? 165-167. Когда же будет видео на YouTube? Блин, мне так неудобно, мне так грустно от того, что я их не выпускаю. Вы бы знали. Я себя прям сжираю изнутри за это, но у меня просто сейчас приоритет магазин, и я туда всю свою любовь и силы вкладываю. И, не знаю, был бы у меня человек, который помогает мне снимать и монтировать, я бы, наверное, выпускала чаще. Яна, как ты проводишь время вне учёбы? Куда ходишь? Чем себя занимаешь? Общаюсь с близкими, с друзьями. Как только такое свободное время поистине возникает, то сразу со своими встречаюсь. Есть любимые прически? Ну, вот такая вот. Считается любимая прическа? Мне кажется, тебе очень идёт врачебный халат. Спасибо. Ну, просто белый цвет, да, многим идёт, это правда. Чай или кофе? Чай. Из пакетика. Советуешь отдых туром или дикарём самим? Чаще всего я езжу туром, вот. Дикарём нужно знать местность. Я знаю, в Тай, на Бали часто ездят дикарём. Я не ездила. Что будешь утром делать? Что я буду завтра утром делать? Нужно поработать завтра утром. Ты очень красивая, просто шикарная. Особенно, когда не красишься, такая милашка. Спасибо большое. Мне, кстати, часто говорят, что надо вообще не краситься, не делать ресницы, даже не красить брови. Вообще прям быть такой ромашкой натуральной. Вот. И тогда всё будет супер. И даже по одежде какие-то можно более простые решения делать. Говорят, мне так пойдёт. Снимать чаще макияж и вынст очень нравится и полезно. Спасибо. Мне очень нравится, кстати, это делать. Скоро будет ещё видео. Но я имела в виду, ходишь ли ты в зал, или может, флай-йога, фитнес или танцы. У меня есть абонемент на TRX. У меня есть абонемент в студию танцев. У меня есть абонемент в... Ну, просто в студию, где групповые тренировки. И на фитнес. У меня есть эти абонементы. Но я просто туда не хожу. Например, вчера я тренировалась дома. У меня есть резинки для спорта, эспандеры и такие резинки. Знаете? Вот. Пользуюсь ими, когда никуда не хожу. Только не уходи, пожалуйста, в ближайшие 30 минут. Мне так нравится собираться с тобой. О, я тебя тоже помню. Ты мне пишешь часто комментарии, и мне приятно, что смотришь эфир. Куда собираешься, напиши. Я тоже хочу куда-нибудь собраться. Я, может быть, сегодня, кстати, соберусь куда-нибудь поеду. Ян, считай, что пробор волос надо менять каждые 2-3 месяца. Никак не могу привыкнуть к новому пробору. После серединки что делать? Я тоже всегда на серединке. Волосы запоминают. Это 100%. Ну, я не считаю, что прям нужно менять каждые 2-3 месяца. Если тебе это нравится, для разнообразия можно. А так? Зачем? Пробовала какие-нибудь медитативные практики? Ну, я пробовала слушать мантры, я пробовала медитировать, но... Не знаю, считается ли это практикой? Практика дыхания. Почему забросила вокал? Мой преподаватель, по-моему, ушел или уехал из этой студии. Ну, вот. Закончили. Фух. Встал. Пока пишите вопросы, я немножко выпью чай. Мы сегодня малышку оставляем с бабушкой и едем в кино, потом в суши-ресторан. Ой, просто идеальный план. А вы из Москвы, да? Просто иногда я заметила, что когда мы идем в кино, ну, ближе к ночи, то я засыпаю, мне хочется. Как-то уже не фильм смотреть, а спать. Хотя я вот эти дни ложусь очень поздно. Спасибо. Какая ты приятная девушка. Смотрю тебя лет пять. Очень добрая, искренняя. Спасибо. Мне это очень важно и приятно, что вы это цените, замечаете, потому что вот ко мне приезжала моя подружечка из Барнаула, с которой мы раньше учились в школе, и вот, ну, прошло 10 лет, как мы не виделись. Я думала, когда мы встретимся, все равно будут какие-то такие сложные моменты, но все-таки люди меняются за 10 лет, тем более в таком молодом возрасте, и у всех разные интересы, она абсолютно другой человек именно по образу жизни. Но тем не менее, когда мы встретились, мне было приятно от нее услышать, что я на тебя Москва вообще не испортила, что ты осталась такой же простой, искренне доброй, стала там лучше, и вообще, вот мне было это очень важно от нее услышать, и мы с ней офигенно провели время. Как будто и не расставались на все эти годы. Столько всего вспомнили, вообще прикольного. Можно ли стать блогером YouTube или Instagram с телефона? Ой, вы что? Конечно, да. Все блогеры, большинство, сидят с телефоном. Ну, то есть у них весь день проходит в телефоне. Ты сделал фотографию, ты сидишь и ее монтируешь, ты потом сидишь, отвечаешь на комментарии, потом снял видео, потом опять все это монтируешь. Конечно. Приятно наблюдать за тобой, такая открытая, простая. Спасибо. Не, мы из Америки, а вообще с Крыма. У нас сейчас 2.30 дня. Ааа, ничего себе. Здорово. У вас вообще разгар дня. Точно. Общаешься с другими бьюти-блогерами? Да, с каким-то поддерживаемым общением, конечно. Конечно, но сейчас я знаю, что большинство блогеров, они уже не только бьюти-блогеры, они там переквалифицировались, кто-то стал бьюти плюс тревел, бьюти плюс лайфстайл, бьюти плюс фэшн. Вот. Ну, короче, те, кто из Москвы, да, общаюсь, но и при этом ты понимаешь, что не монтажа, ничего, но есть желание что-то делать. А, не понимаешь монтаж? Ну, я тоже не понимала. Конечно, так во всех сферах жизни. Всё, научимся мы. Приветик, красотка. Какие ресницы лучше наклеить? Не знаю. Не умею клеить ресницы. Точнее как, не клею их, даже не знаю. По специальности не работаю сейчас. Мужское, любимое, женское имя. Не знаю. Хожу по твоему совету к мастеру по наращиванию. Больше года. Спасибо. Вау. Очень приятно. Ну, я плохого не посоветую. Катя, правда, вот такая девочка, офигенный мастер, и все мои девочки ходят к ней. Начиная от мамы, заканчивая такими, да, ли, незнакомыми. Как тебе ресницы с эффектом лучики? Не знаю. Моя мастера очень скептично к этому относится. Она говорит, что со временем смотрится это так, как будто часть ресничек выпала, часть осталась, поэтому я не делаю. Что посоветуешь заказать с Ахерба из ухода? А из ухода, не знаю, ничего не заказывала. А вообще посоветую спортпит и витамины, если нужно. Они там намного дешевле. Например, я купила витамины за... Мне кажется, они стоят две с чем-то, а в магазине, в аптеке они стоят около пяти тысяч. Ну, разница колоссальная. Можно ссылочку на Катю? Катю отмечала я в сторис. Не знаю, удалилась или нет. Кейт Яковлева реснички. Сложно ли было воплотить идеи с шоурумом в реальность? Может, был какой-то случай интересный. Ну да, все получилось, в принципе, случайно. И вот так по веянию судьбы вело меня и привело к своему шоуруму. Как бы... В дальнейшем будем расширяться. Пока так. Работа... О, песня Хана. Мне она нравится. Работаешь ли ты сама в своем магазине или только продавцы? Как подобрать персонал? На что ты обращаешь внимание? Сама я бываю в магазине, когда привожу новую коллекцию, когда просто мне хочется зайти, посмотреть, пообщаться с покупателями. Да. Как подобрать персонал? Для меня самое главное, на что вот я обращаю внимание, это ответственность, это желание работать и зарабатывать и честность и исполнительность. Вот. Вот эти самые главные качества. Потому что вы должны быть уверены, что пока вас нет, человек исправно исполняет то, что вы ему поручили, свои обязанности. Видно, что ты устала давать интервью здесь. Да не, я не устала. Просто хочу ответить на максимальное количество вопросов, поэтому безумно разговариваю. Посоветуйте хорошую зубную пасту. Не знаю, возьмите Рокс, возьмите Сплат. Я смотрела интервью с владельцем фирмы Сплат, и мне он очень внушил доверие, было интересно. По школьной жизни, по школьной жизни я не скучаю. Умничка, успехов, тебе вдохновения. Спасибо большое. И вам того же. Блогерство приносит стабильный доход. В моем случае уже да. Тьфу-тьфу-тьфу. Когда ты выходишь на определенный уровень, не просто по количеству подписчиков, а, как сказать... Ну, то есть ты имеешь уже какой-то вес в этой сфере, тебя приглашают на закрытые мероприятия, когда ты уже продолжительное время на Ютубе и в Инстаграме, когда ты общаешься с нужными людьми, то всё супер. У вас бывает бессонница? Как боретесь? Ну, не бывает, потому что я очень устаю за день. Ой, осталось две минуты до конца эфира. Если мне бессонница, я занимаюсь чем-то полезным. Вот, например, да много разных у меня вариантов. И по работе что-то могу делать, либо редактировать фотографии, либо читать книгу. И я всё равно делаю так, чтобы устала и легла спать. Могу я лечь в 6 утра, но я не считаю это бессонницей, потому что, значит, у меня есть какие-то пункты, которые не дают мне уснуть, вот, которые мне нужно сделать. Сияющий бальзам для губ недорогой. Не знаю. Да любой блеск на самом деле. Любой блеск абсолютно. Посмотрите в Стеллари. Вивьен Собо. Не знаю, любой, в принципе, они все сияющие, прикольные. Вводишь машину. У меня есть своя машина. Вожу уже 5 лет. По поводу профессии я ещё не решила, потому что у меня много есть увлечений, которые приносят мне и деньги, и удовольствие. Что сейчас читаешь? Магия утра. У тебя, Олесенька, углом сделана или просто прямая длина? У меня просто прямая длина, прямой срез я обожаю. У меня просто сейчас волосы странно лежат, поэтому кажется, что Лесенька. Не будешь уже заново эфир запускать? Да я думаю, что нет. Думаю, что лучше выйду завтра. И просто чаще выходить. Вот. Лучше чаще, чем дольше. Кажется, я успела ответить на все вопросы. Возьму вот последний, давайте.